Кому идти на парламентские выборы от партии власти? 22 мая ответ на этот вопрос мог дать каждый желающий. В стране состоялось предварительное голосование Единой России. Она стала первой и единственной партией, которая реализовала на практике новые принципы отбора кандидатов. Открытость, легитимность, конкурентность. В Белгородской области работало 248 счетных участков. А за места в списке кандидатов от Единой России боролись 28 участников. Какая обстановка царила на участках в репортаже Натальи Войтенко. Вместе с тем здесь все происходило, как на обычных выборах. Отдать свой голос за кандидатов могли все желающие, достигшие 18 лет. В областном центре работало 36 счетных участков. Белгородцы шли голосовать с утра пораньше и зачастую целыми семьями. Голосование рейтинговое, вы об этом знаете, да? Все, все. Это бюллетник, паспорт. Проходите в кабинку, пожалуйста. Рейтинговое, значит, побеждают кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. Выбирать можно было не одного, а сразу нескольких или даже всех политиков. Побороться за возможность войти в партийный список для участия в парламентских выборах в сентябре мог любой желающий, будь то член Единой России или вовсе беспартийный. Сами белгородцы уже оценили эту новую демократическую процедуру по достоинству. Это как новая жилка воды живой в организм любой бы партии. Это надо так делать. Предварительно уже можно увидеть, кого поддерживают граждане, кого хотели бы видеть граждане в депутатах Государственной Думы. Обычно, когда приходят на голосование, даже не знаешь, кто кандидаты. Когда предварительно, хотя бы разбираешься в том, за кого нужно голосовать. Чтобы был отбор кандидатов в депутаты более честным, справедливым, и именно прошли в Думу те, которые заслуживают это реально по делам, а не по тем словам, которые они произносят, то Единая Россия поступает достаточно справедливо. Спешили в минувшее воскресенье на счетные участки и жители глубинки. К примеру, в селе Призначное Прохоровского района к 11 часам утра проголосовало почти четверть избирателей. И каждый шел выбирать со знанием дела, а точнее, информационно подкованным. То, что именно они достойны стать по-настоящему народными депутатами, кандидаты доказывали, встречаясь лицом к лицу с жителями области, а также участвуя в дебатах на актуальные темы. Следили средства массовой информации мы за кандидатами, за их выборной программой. Были мы на встречах, да, и, естественно, программа эта понятна и близка, потому что, естественно, нужно выбрать лучших из лучших. И предварительное голосование дает возможность этого. У жителей Засоснинского сельского поселения Красногвардейского района также была возможность показать, какой они хотят видеть на предстоящих выборах партию власти. Мы встречались с этими кандидатами, задавали им вопросы. Они делились с нами своими целями, которые хотят достигнуть, какие интересы им будут защищать. Каждый участник голосования получал на руки два бюллетеня. Выбирали кандидатов по партийному списку и по Староскольскому одномандатному избирательному округу. Голосование началось с первых минут активно. Сегодняшнее предварительное голосование, я сравниваю с какими-то соревнованиями, выбирают лучших из лучших, которые будут затем представлять интересы наших избирателей, наших жителей. А это уже подсчет голосов на одном из крупных участков Белгорода. После их закрытия в 8 вечера члены комиссии трудились до поздней ночи. Выборы на избирательном участке прошли на высоком уровне. Нарушений не было. Пришло очень много избирателей. А пришли они, наверное, потому что им не безразлична судьба нашей Белгородщины. Предварительные внутрипартийные выборы стали экзаменом на открытость. Теперь, благодаря этой процедуре, в парламенте ее представят поистине народные депутаты. Наталья Войтенко, Александр Колотилин, Александр Кветко, Дмитрий Коваленко. Новости мира Белогория.